Все раньше и раньше, да, то есть уже солнце садится раньше и раньше, а шаббат начинается с заходом солнца. Как говорится, карета превращается в тыкву, да, заходит солнце, все, шаббат. Поэтому нужно готовиться, и точно так же с жизнью происходит, да, жизнь человека, вот человек живет, живет, каждый день уходит, уходит, уходит. И мы все ближе к завершению жизненного путешествия, к завершению жизненного пути. И каждый день человек, каждый час, он все ближе к завершению своего жизненного пути. И поэтому, как говорили наши мадрецы-пертиавод, что нужно сделать шву за день до своей смерти. А кто знает день до своей смерти? Никто не знает. Поэтому сегодня. Раз не знаешь, значит надо делать шву сегодня. И вот мы как раз изучаем, а как делать эту шву, что значит шва, что значит раскаяние, каким образом вообще можно раскаяться. Мне почему-то сразу приходят старые, да, у человека есть старые мысли. Вот мне вот сейчас в этот момент пришла почему-то мысль, молилась ли ты на ночь без демона. То есть вот чего у меня связано с молитвой, именно вот эта вот история про, кстати, я ее, по-моему, не читал даже, да, просто слышал о ней. Как был какой-то мавр, который без демона летал. Спросил, молилась ли ты на ночь без демона и придушил ее. За ее некошерное поведение. Насколько я понимаю, то есть мне кажется, эта демона, она нарушала одно из десяти заповедей прелюбодействия. Да, наверное, она прелюбодействовала, и он ее придушил. И вот, значит, бывают два типа преступлений. Между человеком и Богом, и между человеком и человеком. И, наверное, эта демона, она перед этим мавром, перед отелом, она, наверное, согрешила, или он думал. А может, он согрешил. И задушил ее. Значит, с Богом очень легко исправить все, да. То есть ты начинаешь делать прямо противоположное, что до этого нарушал. Нет, нет, нельзя сдоху давать в субботу. Нет. То есть мне нельзя сдоху давать в субботу. Сегодня суббота, извините, можно так сказать. Но нельзя давать в субботу. Двигаемся дальше. Двигаемся мы дальше. Вот человек нарушал субботу, он перестал нарушать субботу, попросил Всевышнего, что я больше нарушать не собираюсь. И перестал нарушать. Все, Всевышний его с радостью принимает. Конечно, уже пропущенные субботы не вернешь, которые были не, как бы уже нет вот этого эффекта от тех суббот, которые уже были. Но можно всегда начать наблюдать субботу. И Всевышний, вот в этих вот грехах между человеком и Всевышним, тут все понятно, да. То есть более-менее понятно. Делаешь противоположное, как пишет автор этой книги, и все. А человек человеком как, да? Человек человеком сложнее. И здесь мы вчера закончили, что нужно изучать книгу, книга заповедей. Сейчас Яков Шататин проводит уроки по книге Хабицкайма, краткая книга заповедей. Вот я вас очень советую смотреть эти уроки по краткой книге заповедей и выучить наизусть 77 повелевающих заповедей и 177 запрещающих, актуальных в наше время. Если кто-то не еврей и хочет соблюдать все заповеди, которые Бог дал не евреям по Торе, по Торе есть 7 заповедей для потомков Ноафа. И там есть одна повелевающая заповедь, творить справедливый суд, чтобы все было по-честному. Прямо вот справедливость, это главное слово для потомков Ноафа. И 6 всего запрещающих заповедей, поэтому, ну, как бы все очень понятно, не служить идолам. Тоже можно получить эти заповеди. И, значит, в принципе, можно и все 10 заповедей соблюдать, и 613 хуже не будет. То есть, если соблюдать волю Бога по всем классическим представлениям, то хуже не будет, я вот так скажу. Вот. Человек, если искренне тянется, то Всевышний его приведет. И вот сегодня очень интересная такая у нас будет тема, которая прям вообще, я тут всю страницу попочеркивал и восклицательными знаками ее расчертил, да. Он говорит, в отношении между людьми есть преступления, которые очень трудно исправить и раскаяться. Например, человек, он привык присваивать чужое. Вот я приводил пример. Продавщица, она, значит, стояла и, значит, на протяжении 10 лет обвешивала покупателей. И она у каждого по чуть-чуть ее украла, да. Или же есть такая история, как сотрудник ГАИ, госавтоинспекции, останавливает машину. Ну, значит, ну, водитель показывает все документы такие. Знаете, есть водитель, вот он все соблюдал. Вот все, все правила. И у него тут аптечка, тут у него, вот, значит, запасное колесо. Тут у него, в общем, все. Тот проверил, в общем, все у него есть. И говорит ему, платите штраф 10 рублей. Тот говорит, так, а я же ничего не нарушил. Он говорит, а моя семья не может ждать, пока ты нарушишь. То есть, и все равно платишь штраф, и все. Значит, дядя остановил, уже штраф платил. Вот ГАИшник, он вот так вот забирал у людей, допустим, по 10 рублей на протяжении многих лет. Или продавщица обвешивала. Как он, человек, который привык пересваивать чужое, он не знает, у кого отнял? Или не знает, где тот живет? Как ему вернуть эти деньги? Например, человек, привыкший к колжи и злословию, и совращающий людей, войдящее в заблуждение. Какой-нибудь там аферист, или еще кто-то. Или там, например, наперсточник. Он на перстке играл, и выиграл много людей. Очень трудно покаяться в этом и подобном. Но вот великий способ все исправить. О, вот тут интересно, я сразу прям сосредоточился, думаю, что же за великий способ исправить такие вот преступления, которые человек даже не знает, кому он их сделал. В начале пути преступник должен совершить раскаяние, согласно всем его условиям. Рассмотреть и понять все части раскаяния, и должен быть готовым душу свою отдать, ради того, чтобы сделать все, что он может во имя Всевышнего. Всеми силами, всем сердцем своим открыто и тайно. Тогда Всевышний облегчит ему путь раскаяния, укажет верный путь к раскаянию. То есть, первый принцип такой. Всевышний же он читает сердца. Если человек искренне от всего сердца решил, значит, вернуться ко Всевышнему, то Всевышний, он же знает, он же, ну, как бы, Всевышний внутри, это не Всевышний там, я здесь, я вошлю сигнал, а он не знает, что у меня внутри. Не-не, он и есть внутри, он в душе человека. И когда человек в своем интеллекте принимает решение, в своем интеллектуальном аппарате, он принимает решение вернуться ко Всевышнему, то это не так, что решение идет туда, решение идет туда, вовнутрь. То есть, и в сердце, значит, он, если искренне решил вернуться к раскаянию, то Всевышний тут же получает этот сигнал. Если этот сигнал настоящий, значит, Всевышний ему поможет. Например, если отнял имущество, то Всевышний даст возможность возместить ограбленному, и он сможет помириться с ограбленным, и тот простит его. Если совершил зло по отношению к кому-либо, Всевышний сделает так, что тот помирится с ним, и полюбит его, и простит его. Как сказано, если Всевышний благоварит к путям человека, то и врагов его примирит с ним. В притчах написано, да? То есть, если Всевышний благоварит к путям человека, то и врагов его примирит с ним. 16 глава, 7-2, отрывок в притчах. Если ограбленный уехал далеко, Всевышний приблизит его к раскаявшемуся, чтобы смог помириться с ним, и тот простит ему. Значит, если не знает счета имущества и не знает ограбленных людей, Всевышний даст ему желание устроить нечто необходимое обществу. Например, построить мост, или выкопать колонец, или построить синагогу, или что-либо подобное, что требуется обществу. И таким образом весь мир получит выгоду от него, и те, кого он ограбил, и прочие люди. То есть, вот, например, возьмем пример. Кто-то там, продавщица это же, потом она взяла, дала деньги на Ваикру. Теперь урок Торы 1, 2, 3, 4, и тот, у кого она деньги забрала, значит, он посмотрел урок Торы, тоже раскаялся, вернул кому-то деньги, у которого он же забрал. Получилось, что благодаря этому тот вернул тому, и Всевышний простил всем, все довольны, все счастливы, и, значит, об, грех прощен. Понимаете, как работает? Ну, раньше это тысячи лет назад было. Построить мост, выкопать колонец, значит, построить синагогу. А сейчас можно просто в онлайне достигнуть любого практически человека, да? А если ограбленный человек умрет, например, да, он уже умер, то что? Он сможет вернуть деньги наследникам. Нанес телесный ущерб или оговорил кого-нибудь, пусть пойдет на его могилу в присутствии меня на десяти человек, попросит прощения у Всевышнего и у умершего, и Всевышний простит ему. И говорят мудрецы, что преступник не в состоянии раскаяться только из-за своего злого сердца. Но перед желающим приблизиться ко Всевышнему не закроет Бог ворота раскаяния, но откроет ворота перед ним и укажет верный путь. Как сказано в Салматце Ряда Вида, 25-й псалом, 8-й отрывок, «Добр и справедлив Всевышний, поэтому указывает он грешникам путь». И сказано, «Оттуда же искать станешь Всевышнего и найдешь его, если будешь искать его всем сердцем своим и всей душой своей». Книга Дворим, это то, что сейчас мы читаем. И сказано, «И весьма близко к тебе это слово, в устах твоих оно и в сердце твоем, чтобы исполнять его». И сказано, «Близко к Всевышнему и ко всему, кто взывает к нему, ко всем, которые взывают к нему истина». В Салмат мы это говорим, 145-й псалом. Получается, следующая вещь. Я сразу, когда это прочитал, я понял, например, вот у меня там один есть мой знакомый хороший, который очень повлиял, когда я только стал религиозным, я как раз пришел в Ешиву, и он мне на таком понятном языке объяснял какие-то вещи, да. И потом он мне рассказал свою историю, что его там, он был членом какой-то банды, причем в Германии. Ну, когда-то было такие бандиты они. И он, значит, его арестовали. И он, когда сидел перед судом, ему грозил там срок 10 лет, что-то такое. И он говорит, я как раз тогда, как начал молиться, я, говорит, просто я, ну, у меня переворот был. Я Всевышнему пообещал, что я буду религиозным, религиозным, что я буду все выполнять, все делать. И прямо из зала сюда, говорит, меня отпустили. И вот я, говорит, пошел учиться. И он реально, до сих пор я его знаю, периодически мы редко видимся, правда, там раз в несколько лет. Но он религиозный, дети учатся в Хедере, семья каждый день учится, три раза в день молится. Ну, то есть, он свое обещание выполнил, и получается, что Всевышний читает сердца. Всевышний видит сердце. Я разместил в телеграм-канале в экране, как раз я недавно видел, я сразу нашел этот пост. История про одного бандита, который вообще, он негр. Он в Америке, значит, афроамериканец, был в банде с детства, такие вот есть, там, самые страшные бандиты. И в 16 лет он сел в тюрьму, ему дали 19 лет. Нет, даже 19 лет его отпустили потом по условно-досрочному освобождению. И он прямо в тюрьме в какой-то момент ознакомился с книгами там по иудаизму, он вообще немерей был. И он все, значит, вы знаете, бывают эти люди, он куда повернет, он как будто в ультаре. И он, значит, начал изучать, прошел Дьюр, вышел из тюрьмы, и сейчас он равин, там какую-то организацию сделал по спасению. И тогда дальше пошел. Спрашиваю, а какие были преступники, которые, значит, они делали для общества, да, какие-то вещи. И оказалось, например, первый, который из плана Кеннеди, который вообще основал план Кеннеди, который вот сейчас там потом был Джон Кеннеди, этот Роберт Кеннеди, это были его дети. Он был преступник, мафиози, во время сухого закона торговал алкоголем, много денег заработал, потом решил вернуть долг обществу, и, значит, заниматься дальше общественной деятельностью. Его сын стал президентом США. И до сих пор Кеннеди, это один из таких главных кланов в Америке. Хотя их основатель был прям преступник-преступник. Вспомнил я Пабло Эскобар, который был преступник, мафиози, торговец с наркотиками. И он, значит, построил целые горы для бедных, которых он раздал самым неимущим, раздал жилье, спортклубы, сделал все для детей, то есть все абсолютно бесплатно. И там дальше приводится этот чаджи пяти, дал истории этот самый Аль Капоне. Аль Капоне такой прямо символ преступников. Он делал бесплатные столовые для неимущих. Это была как раз великая депрессия. Очень много людей остались просто на улице без денег, без ничего. Голодали. И он, значит, строил вот эти бесплатные столовые, которые кормил. То есть мы видим, что, в принципе, даже те, которые, ну вот на них кажется клеймо-клеймо, да, то есть уже там Аль Капоне был, самый символ гангстеров. Или там Пабло Эскобар, которые, ну, писали, что он тысячу человек лично убил. Но вот нет в этом мире такого явно черного, явно белого. И получается, что он, с одной стороны, он делал зло, с другой стороны, он пытался каким-то образом это зло исправлять. То есть понятно, как Всевышний, он дает возможность каждому из нас исправиться. Он ждет, он прямо ожидает. И так как в той системе, ну вот этот же мир, это как проекция, этот мир проекция духовного мира. Получается, что человек, для нас время линейное, а там время, может быть, оно не линейное. Может быть, там время, оно одновременно все, да. И мы не знаем, почему там вдруг кому-то начало везти, а потом кому-то не везет. Но эти все вещи очень взаимосвязаны. Теперь очень хочу с вами поделиться. Сейчас недельная глава называется «Эков и ШМУ». Вследствие того, что будете соблюдать заповеди. И в этой как раз недельной главе, которую сегодня читают на этой неделе, есть отрывок из «ШМа Исраэль». Там, где два раза в день мы говорим «ШМа Исраэль», утром и вечером. И там есть отрывок такой «ШМа Исраэль». «Гвайя имшамоати шмолу эльмитсватай». Бог говорит «И будет, если вы будете слушать заповеди мои, ашаранхимитсавэсхэмайом, которые я заповеду вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить моим всем сердцем своим, всем душой своим. Дам я дожди земли вашей в срок, ранний и поздний. И соберешь ты свой хлеб, виной оливковое масло, и будь для скота на лугах твоих» и так далее. Возникает вопрос очень сильный, да? Есть ли награда за заповеди в этом мире? То есть изначально заповеди, они для того, чтобы человек, выполняя заповеди, он как бы создавал свою душу, вернее создавал себя, душа это была до этого, себя, свою личность перенес на уровень своей души, для того, чтобы произошло третье рождение. То есть есть первое рождение, это душа входит в зародыш. Второе рождение, это зародыш выходит в мир и живет жизнь в этом мире. И третье рождение, это когда тело отмирает и, значит, личность человека, которая в этом мире строилась. По большому счету, в этом мире же человек, он не строит дом. Он строит у себя в голове идею о том, что у него есть дом. Один строит идею о том, что у меня есть дом и я доволен. А другой, какой бы дом он ни строил, у него остается идея, что ему всегда мало. Один человек, он строит идею о том, что надо жить, значит, правильно. Другой строит идею о том, что неправильно. Ну, то есть человек, в принципе, он в этом мире занимается только интеллектуальной работой, которая потом выражается в каких-то действиях. Человек, который спортсмен, он что? Он верит в то, что надо быть спортсменом прежде всего. Я вот всю жизнь помню песню. Мы верим твердо героям спорта, нам победа, как воздух, нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонки дать имена. То есть я это на всю жизнь запомнил. Я поверил в эту песню в детстве. И я, значит, с 10 лет, я шарашу по 2-3 тренировки в день. До 20 лет я света белого не вижу вообще. Просто машина. Мы хотим всем рекордам наши звонки дать имена. В итоге никаких я рекордов не установил. Звонки имена никому не дал. И в итоге, значит, 21 день закончил спорт. Но дальше у меня другая была идея, что надо там бизнес делать, надо зарабатывать, надо строить и так далее. То есть человек живет в интеллектуальных идеях, в которые он верит. А вся его жизнь это следствие его интеллектуальных идей. И дальше, если он верит в интеллектуальную идею, которая называется Тора, и он строит себя из заповеди, он начинает выполнять заповеди, учить Тору, молиться и так далее, то он себя, свою личность, он переводит на уровень вечности. Он уже сидит там, изучает, как там в раю будет. Есть у нас цикл уроков «Врата воздаяния». Рамбан написал книгу, Шаракмуль называется «Врата воздаяния». Человек, который верит в Тору, он уже не только живет, чтобы ему в этом мире, я не знаю, приготовить вкусный плов. То есть это как бы он понимает, что вот плов я приготовил, там два дня готовился, час кушал и потом три дня сидел в туалете, лечился. Вот его плов весь. То есть неделя прошла, неделя посвященная плову. Есть у людей, которые там, я вам скажу так, что вот канал про душу, например, как Вайкра, у нас там, я не знаю, 20 тысяч подписчиков. А канал, как плов приготовить, у него 500 тысяч или миллион подписчиков, да, то есть людей больше интересуют, как плов приготовить, чем как свою вечную жизнь организовать. Это какой-то нонсенс вообще. А почему? А им мозги промыли просто идеологически с детства о том, что это не важно. Плов важно, потому что в плов вкладывают кто? Те, кто производят сковородки, те, кто рис продают, те, кто там кетчупы, разные соусы. Эти же каналы, они не бесплатные. Если вы думаете, канал на миллион подписчиков падает отца. У меня учились эти все люди, которые многие, которые эти каналы ведут, да, они очень хорошо зарабатывают. То есть им производитель этих сковородок доплачивает. Давай. Главное, чтобы люди посмотрели, им уж плов просто так не приготовишь, а нарелось, да. То есть вот сейчас вы плов поедите, скажете, да, не тот плов. Вот если бы у меня был там чугунный котел там фирмы такой-то за тысячу евро, да, вот это был бы плов. Так вот, давайте вернемся, да, вернемся чуть. И получается так, смотрите. Вопрос. Есть ли награда за заповеди в этом мире? Вот с этого я начал, да. То есть, с одной стороны, мы говорим два раза в день, что Бог сам лично сказал в Шмай-Исраэль и будет. Если будете соблюдать, дам дожди земле ваших срок, собрешь свой клемм, вино, оливковое масло, дам скот, дам траву для скота на луга твоей, будешь ты есть досыта. С одной стороны, мы видим, что да. С другой стороны, есть в Тертьево написано, что в этом мире нет награды за заповеди. То есть, награда за заповеди только идет в духовном мире, и ты заповедями – это средство для совершенствования души, да. То есть, это та валюта, та криптовалюта, которую в этом мире разменять нельзя. И у меня прямо было, я был уверен всегда, что есть награда за заповеди в этом мире тоже. Ну, я же два раза в день Шмай-Исраэль говорю, значит, написано есть. Я же не вру, значит, Бог не врет. Я нашел ответ вот буквально на этой неделе. Открыл я книгу Раф Шимшан, Рафаэль Дирш. Есть такая книга. Был такой раввин великий, жил в 1850 году в Германии. И он, значит, у него очень интересный комментарий такой, у него необычный очень стиль. И вот здесь он говорит, он говорит, смотрите, говорит, награды нет за заповеди в этом мире. Однозначно. Это духовная совершенно вещь, которая имеет отношение к вечности, а не к этому миру. Но, и вот он приводит на эту главу вот это слово эков, вследствие. То есть, вследствие того, что ты будешь делать заповеди, так как этот мир, он очень синхронный и очень структурированный, то вследствие выполнения заповедей ты будешь получать в этом мире тоже очень хорошую, удобную жизнь. То есть, это не награда за заповеди, это ее следствие. Как, например, человек, который тренируется, да, он тренируется каждый день, делает по 100 приседаний. То есть, отсутствие болей в спине, это не награда за приседания, это следствие. Понятно, да? То есть, он может делать это не для спины, но как следствие у него одновременно и спина проходит. Если он делает спокойненько, медленно, там, по 100 приседаний в день, полуприсед, спокойно, то есть, а при чем спина? Он же приседает. И он не для этого начал приседать, чтобы спина была. Он приседает, например, чтобы сильным стать или красивым, да? Но как следствие пройдет спина, как следствие сердечно-сосудистая система тоже качается. Вот он дал мне вот этот вот очень, ну, понятное, очень логичное объяснение, почему в этом мире будет все хорошо. Но дальше, да, если мы продолжим чуть-чуть в этой, в недельной главе, вот этот отрывок второй Шмай-Сраэль. Дальше написано. Ишамрулахэм, остерегайтесь. Остерегайтесь. Может быть, свернет ваше сердце, и вы начнете служить другим богам и поклоняться им. Тут же есть еще одно следствие. Когда все хорошо, наступают испытания богатства. Человек сразу же говорит, о, трава есть, зерно есть, масло есть, деньги есть, все. И он вместо того, чтобы сказать Всевышний, спасибо тебе, спасибо тебе огромное, и начать выполнять заповеди, стать еще более добрым, еще более внимательным, еще более к людям спокойным. Исправить то, что он когда-то не доисправил, значит, заняться общественной какой-то деятельностью. Он куда деньги тратит? Он начинает поклоняться другим богам, другим силам. Он начинает еще больше денег, еще больше, а теперь еще больше денег. Значит, и он пошел, поехал и свернул с пути. Понимаете, как работает? То есть, все запрограммировано, все предусмотрено, и когда мы изучаем Тору, мы понимаем, как это работает. Все, сегодня, значит, подводим итог, что для того, чтобы исправиться, первое, нужно сильно решить, принять такое искреннее решение, раскаяться, сказать, я очень сожалею о том, что если раньше нарушал что-то, значит, что я знаю, что я не знаю, искренне сожалею, хочу исправить. Всевышний, подскажи мне, как исправить, что исправить, где исправить, и, значит, помоги. Потому что я исправить-то хочу, но грехи наши многочисленные, как говорится, и все их даже не перечислить. Как есть перед Иом Типуром, есть, вот это я сейчас произнес, текст молитвы, что грехи наши многочисленные, всех их не упомнишь, да? Но Всевышний, как мы сегодня прочитали, тому, кто искренне хочет раскаяться, он ему поможет, и даже в ради его с ним примиряться, с таким человеком, все, значит, все понятно, всем жаббат шалом. Чтобы мы не только учили Тору, но и чтобы мы выполняли то, что мы изучаем. Кто-то учит для того, чтобы делать, тому с неба помогут и учить, и обучать, и запомнить, и делать, да? Значит, поэтому подумайте сегодня, что вы можете сделать для исправления. И очень классно, что мы занимаемся вместе общественной работой, потому что тот, кто помогает обществу, тому Всевышний помогает очень сильно. Поэтому всем еще раз огромных благословений, друзьям ВАИКРА, партнерам ВАИКРА, спонсорам ВАИКРА, всем, кто слушает уроки ВАИКРА, и всем, кто, в принципе, тянется ко Всевышнему, любит Тору, и хочет сделать себя и мир вокруг себя лучше, но именно лучше, не по Торе, потому что Всевышний сказал, что Бог сказал, надо делать. Все, всем удачи, успехов, шаббат шалом, и чтобы заслугу того, что мы учим Тору, наступил мир, чтобы быстрее закончились войны, и те люди, которые производители оружия, начали производить чугунные сковородки для плова. Намного лучше, чем производить ракеты, пусть уже, ладно, плов производят. Все, удачи, успехов, до воскресенья.